Музыка Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди Та-даридайдайдайдай Зачем я это делаю? Мы продолжаем играть в The Evil Within И как вы помните, мы останавливались в этой комнатке подвальчики с шевеляющимися трупами в мешках не играл пару дней особо не помню что мы делали помню того что здесь нужно что с цифрами сделать но здесь два варианта или насколько я сейчас просто побегу посмотрелся внимательно не торопясь здесь два варианта или зачеркнутые должны быть поднятые семерка опущенная или наоборот поэтому давайте учитывая что тройка опущена да и дернуть мы и не можем поэтому все проверим вариант с опущенными пятерка и девятки нет так тогда и буду думать дальше что-то придумал я быстрее сам с вами научного стыка сделаю в этом своих записях так и если мне моя логика не изменяет это на берсе он нам берсе он должен быть поднят элита убит аппо аппо я подстрелся кстати заметили и что там слышишь это идет сейчас он скажет давай попробуем еще что-нибудь не вроде получилось получилось и совку сойду я получилось мне нравится колодец это зонс тоже лежать тварь сейчас осмотримся на 10 никто из них вставать не будет да в принципе как я говорю надо маленько подумать просто размыслить не торопясь что-то можно взять и мне показалось там лежит большая банка чуть не упустил я думаю для вас уже не секрет что камера здесь неудобно управление неудобно все сделано для того чтобы игроку было максимально некомфортно ничего с этим не поделаешь а мы двигаемся дальше дай мне патрон для снайперка чувачок прикрустал по стойке снимал такой ручки пошел он погляделся такой где я убиваю всех ем так пройти можно здесь давайте круголя дадим добчу соберем дойдем непонятно думаю я бы хотел на улицу выйти если честно для меня это был бы идеальный вариантик пока ничего не вижу это особняк что ли какой-то дом опять лечебница чё-то мне здесь не очень нравится так пареньку плохо ему очень плохо ладно давайте пока собираем все что можно у меня такое предвкушение редко моя задница обманывает у меня такое ощущение что так максимум патрон для дробовика и когда у меня кобздец наверное сам господь пожилал чтобы эти сироты близнецы выжили и крестили и дали лекарства но и его брат цейн быстро поправились но также быстро начали меняться конечно не близнецы но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны 12 часов после введения сыворотки но и 122 сантиметра 28 килограмм цейн идентичные показатели температура поднимается боль в нижних конечностях 24 числа после сведения сыворотки но есть 25 но идентичные показатели жизненно важные функции стабилизировались спят урывками 36 часов после ведения сыворотки идентичные показатели был бессознательном состоянии разговаривать соображаемым собеседником 48 часов идентичные показатели возбуждены применено успокаивающие сечете о чем сейчас по-любому опять максимум что давай полечимся чем намекает не на то что нужно прокачивать эти показатели того чтобы я мог носить 2 и более у меня же можно это странно что не больше одной могу носить и патронов дают час по любому с теми близнецами встретимся как пить дать так вот здесь что такое два близнеца а это наверно те гиганты которым мы с вами видели в прошлой серии да все верно да я рад что мы с ними уже встречались впереди я думаю нас ждут не менее жучайшие педики делись называем на так потому что ведут они себя именно так там внутри будто скрежет измекай дробашь ну понятно цербер какой-то так надо чтобы он проломил мне путь и правильно понимаю ну ладно что подходим к нему другого выбора у меня нет привет мой друг как у тебя дела это страшно мне будет так не делаем громкие движения для нас чревато но как бы громко или негромко себя не вел по скрипту он обязательно проснется эти вот сюда же положение просто для того чтобы меня прошел правильно так здесь у нас ничего пошли сюда но мы с ним еще встретимся он проломится через эту дверь мы будем от него бежать я уже изучил эту игру и приемчики если это будет так то со 100 50 рублей с каждого нехило я так подниму ну понятно пройти может только один да давай открывай мне с той стороны не ну ладно я уже думал заперто да вот это как раз стена ведущая к нему понимаете да чем я ну ладно чем могу сказать давайте попробуем может быть активировать какую-то задачу айс вас 150 рублей господи господи у него знаете что такое в прямом смысле натянуть глаза на жопу вот это тут яркий представитель этого элемента ну вот и возьми что-нибудь получше то так ладно хоть охранялка была значит нас заперлись с собакой помощников у нас нету давайте смотреть что я могу сделать он значит ширкается по кустам ուня хомячить ву детка у детка поаккуратней моя конфетка ладно будем пробовать какой то что и быстрый крезвый как по носу с первого раза могут не получиться здесь видите нету воротов вот в чем проблема по себе я мог поворачиваться куда не попал вообще не да с первого раза не получится ну ты очень быстро ты прям мега круть она я понял современные методы борьбы нам не помогают чем взорвался но и от него вернуться невозможно да то есть тупо только бегать а бегать я быстро не могу ладно будем пробовать сейчас что-нибудь придумаем сейчас что-нибудь придумаем что ж ты возле меня-то взорваешься я как бы намекаю что тут у него электричество нужно использовать быстро ты хрен да нет электричество не так эффективно как кажется что мы сюда пробежать вообще нет я бы сюда в щелочку не знаю а 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 не убежать такого попробовать страйлер может может он станет останавливаться замок, прыг 가서 нереально уууууууууууууууууууухаууууууууууууууууууууууууууууу окрасироваться Я понял, в момент когда он бежит надо его увалить, патронов не так много, в чем проблема? Да, именно Воу, это было просто, так оказалось Ну заставил он меня так подумать, ну понятно, здесь простая механика Когда ты ее понимаешь, все становится просто, как с любым боссом в любой игре Что это? Я забрал мои глазки вверх Блин Что, издеваешься, что-ли, за очками пойдем? Ну ты... Олень ты, барень Вот сам туда и иди Возьми 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 Пó Hirame Возьми Если Возьми Его Хочется Выход Что Был Давайте фокусим на найти Кидмана. Да ни хрена оно не прибавляется, врёте вы всё, брушки-хрюшки. Так, ладно, пошли. Привязал бы на веревочку себе сзади, как многие делают, чтобы они не спадали. Согласны? Самый верный вариант. Так, ладно. Три патрона в дробаше. Маловато мне вообще. Когда мы будем прокачиваться, мы прокачаем, наверное, носимые патроны дробаша. Ну и там всего помаленьку. Что ж, заходим в этот Натурдам де Пари, судя по виду. Идём дальше. Закончился ещё один эпизод, да? Давайте сохранимся. Каждый эпизод заканчивается такой вот битвой за респект, что называется. Вы знаете, у меня бывает, что вот такие загрузки, как сейчас, стопорят или веб-камеру, или запись видео. Поэтому у меня очень часто крашутся записи. Я не знаю, что это связано. Игра такая нестабильная или что? Хер его знает. Что-то по среднему вообще очень много технических проблем вставало. Никого такого не было. Так часто. Так что в All-in-Azolation проблемы были. Что тут тоже наблюдается проблема. Так вот, давайте пока медленно идти не будем, потому что здесь ничего такого эпичного. Мы просто пробегаем через церковь, собираем патроны. Параллельно немножко нам даёт пополнить боезапас. Это звучит близко. Ну а мы по-любому спустимся где-то в какое-нибудь подземелье. Тут опять очередное. Спасибо. Ты должен остаться с мной. Никакого другого. Чувачки, мы здесь! Эй! Так, здесь есть еще одна фреска. Тринадцатый несчастливый фрагмент. Так, мы сейчас теперь давайте. Эй! Джосеф, ты еще с нами? Себастьян. Ты никогда не был власть просто прыгать? Когда ты в высоком месте? Или когда плачет суббой? Когда плачет суббой. Представь, если ты получил эту церковь за минуту, а затем два минуты. Ты сейчас стреляешь три раза, Джосеф. Ты научишь остановиться. Ты не слушаешь. Я не боюсь о остановлении, Себ. Я боюсь о нести остановлении. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. И я не могу объяснить это. Это глубокий. Это как инстинкт. И это становится сильнее. Мужики, завязывайте, спазганчика выбейте, гетарольчика, мурафенчика. Мужики, завязывайте, гетарольчика, 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 гетарольчика. Левитация, гравитация, отсутствие эмоции. Не, опять котов в подземелье. Адовые подземелья я спускаюсь. Вы разлучили меня с моим напарником. С ним было хорошо, с ним было не так одиноко. Я оказываюсь, я хрен знает где, с тысячей свечами впереди. Хранитель. Красивое название. Я бы не хотел с этим хранителем встречаться, честно говоря. Никаким образом, вообще. Предвкушаю, что хранитель будет весьма-весьма... Ужесен. Так, ну что, давайте пока с пистолетом походим. Что тут блестит такое? Такая маленькая-маленькая баночка. Я лучше начинаю искать моих партнеров. Так, лечилки, это хорошо. Ну что, я так понимаю, поставим, наверное, лечилку на пистолет. Потому что... К снайперке патронов мне, наверное, дадут только когда я буду где-то на улице. Поэтому как-то так. Да и лечилку-то, наверное, уже стоило бы и применить. Особо эту здоровую... Мой герой не пыщет. Хиленький он, хиленький. Так, что-то можно такого найти. Но мне не нравится эта комната, она похожа на комнату, в которой придется с кем-то сражаться. Кого они еще пострашнее, чем эта волосатая рукожопая тварь? Вообще, какой-то тренд какой-то в игровой инстрии. У всех рукожопые волосатые твари во всех играх. Ничего не положили мне в эти сосуды! Вон сюда положили. Давайте походим, пособираем. Тут в уголке ничего не прикомариваю. Опасно... Опасно. Кто стоит с другой стороны не обижать? Попробуем разрядить... Не, не буду пробовать разряжать. Потому что в прошлый раз я пробовал, и от меня половина жизни отнялась. Эээ! Сейчас у меня не так их много. Конечно, это можно использовать как ловушку. Блин, надо прокачивать, дай дробашь. Что-то дают патронов. А я больше стенисти не могу, но это же стрём, согласитесь. Это полностью стрём. А я уже слышал, что там кто-то рычит. Кто-то очень нехороший там рычит. Так, что у нас по болтам? Замораживающие, кстати, неплохие, да, они мне помогли с бензопильщиком. Бензопилищиком. Да, больше ничего не могу применить. Давайте замораживающие пока доставим. Куда на второй этаж идти? Ой, тут какой-то почётный человек сгнил. Надеюсь, ты не встанешь, круто церкви мой. Так, по-моему, я ещё что-то могу создать. Я взял вот эти инструменты. Давайте ослепляющие, потому что обычные гарпуны тюга. Меня вообще никак не пресчают. Проходим. Нет, было бы не проще иметь какой-нибудь вот сейчас контрольный сохраняющий. Он бы мне помогаешь им немножко. Как там так рычит нехорошим? Хуй изрычать, хер! Инзы с помещения. Что там за углом нас ждёт? Никто не знает. Даже я боюсь представить. А, он нет. Нас ждут тут симпатяги. Давайте вырубим свет. Симпатяга с топором. Раз. Он ушёл. Симпатяга без топора где-то здесь. По-моему, он меня заметил, что ли? Ой, ёпта! Ой, ёпта! Какие же вы, блядь, душные-то, ребята. Поджечь быстрее толстого. Поджечь толстого! Задача номер один. И тебя поджечь, блядь. Поджечь тебя тоже. Гниду такую. А тебя не успел, да? Тогда просто умри. Как-то не согрелись, они меня не могли видеть. По звуку, что ли? Так ты ещё не умер, что ли? Нет, не буду тебя сжечь. Спичка на тебя жалко. Здоровье себе пополнить по максимуму, я был бы рад. Так, что вы тут охранили, парня? Пока он до снайперки. Значит, может, он может, наверное, пригодится где-нибудь. Так. Большая банка с соплями. Да, надо будет где-то найти нам зеркало и нормально прокачаться. Так, ну что у нас там? Приментарий-то. Сегодня я как-то не могу его оптимизировать. Ну, как-то так. Что там мужик с топором охранял? Он ушёл вообще, нет? Он ко мне прибегал. Крыса. Крыска Лариска. Так. Душный каземат мне здесь не нравится. Здесь можно посмотреть. Патроны возьми быстрее, потом разберёмся. Ой, блядь. Там что-то тень была, мне не показалось. Жестяная жесть. Ничего себе, что-нибудь не давит. Дайте лечилку. Так, ну фотка весьма-таки трагичная. Заляпанная, пара в крови. Начнём сюда дорога. Капец. В одной известной песне. Нажми куда-нибудь уже в какую-нибудь камеру. Видишь лёг. Старая литография. Эта литография была извлечена из каменной двери. Видимо, она использовалась как ключ. Мне не нравится этот сейф. Неужели это то, о чём я думаю? То, что изображается на всех артах к игре. Как его назвать-то, я не знаю. Сейфоголовый, что ли? На помощь. Стук металла. Он идёт. Я бегу, но он идёт за мной. Помогите. О боже, помогите, 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 помогите. Я так и понял, что, скорее всего, это будет он. Радно ли поздно, я же должен с ним встретиться. Так, давайте сразу посмотрим, что я могу соорудить. Только обычные болты. Ну давай. Это лучше, чем ничего. Так, что-нибудь что-то обезвредить, я не понял. Ключик. А, это ключик для шкафчика, да? Ну, мне сначала нужно дойти до зеркала, чтобы этот шкафчик открыть. А, вот это не намёк на него был, это просто. Так хранятся ключи, да? Ну, один был, я собрал в статую Христа. Так, контроль, что это намекает на то, что будет впереди жопочка. О, черт. Вы видели, что там? Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. Он здесь будет, он здесь будет, он здесь будет. Но будет он здесь уже явно в другой серии, в следующей. Я немножко отдохну. С вами был я, не будем плей. Сохраним интригу. Всё, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok